Дорогие друзья, всем здравствуйте! Вы на канале в гостях у Аннушки. Сегодня я буду готовить универсальное тесто для пирожков. Из этого теста можно приготовить печеные пирожки в духовке. И точно так же это тесто подходит для жареных пирожков в масле. У меня сегодня пирожки с вишней и пирожки с картошкой. Первым делом нужно приготовить опару. Для этого беру 10 г сухих дрожжей или 2 чайные ложки, 2 чайные ложки сахара и 2 полных столовых ложки муки из общего количества. Немного все смешаю между собой и добавляю молоко из общего количества. Делаю густую опару. Молоко обязательно должно быть теплым, но ни в коем случае не горячим, иначе вы испортите дрожжи. Опару нужно накрыть пленкой или полотенцем, оставить на 15 минут. Через 15 минут должна произойти вот такая вот реакция. Это говорит о том, что дрожжи активны и можно продолжать работу. Если опара не дала никакой реакции, значит дрожжи испорчены и не стоит с ними дальше работать. В опару я вливаю оставшееся теплое молоко, все хорошо перемешиваю. Проверяю, чтобы дрожжи хорошо растворились и добавляю одно яйцо, 100 г сметаны. У меня сметана 20% жирностью, но можно использовать и 15%. Также добавляю соль, пол чайной ложки. Хорошо все смешаю и добавляю 50 мл растительного масла. Теперь постепенно буду добавлять просеянную муку и вымешивать тесто. Как получилось тесто собрать вот такой вот мягкий липкий комок, переношу его на стол посыпанной мукой. В общем, муки я подготовила 600 г и почти все 600 г у меня ушли. У вас может быть уйдет чуть больше муки или чуть меньше, все зависит от влажности муки и ее помола. Главное тесто не забивать мукой, тесто должно получиться вот такое вот мягкое и слегка липнуть к рукам. Тесто на столе я вымешивала примерно 5 минут. Теперь смазываю посуду растительным маслом и перекладываю тесто. Посуду с тестом накрываю пленкой и полотенцем и оставляю на столе. Когда вы работаете с дрожжевым тестом, в помещении должно быть тепло и не должно быть никаких сквозняков. Пока тесто будет подниматься, я готовлю начинку. У меня вода закипела, я добавляю немного соли и забрасываю картофель. Очищенного картофеля я взяла чуть больше 300 г. Пока варится картофель, я одну среднюю луковицу нарезаю кубиками и обжариваю на растительном масле до золотистого цвета. Картофель у меня готов, я полностью слила воду, делаю пюре и добавляю жареный лук. Добавляю черный перец по вкусу, при необходимости также можно добавить соль. Все хорошо перемешиваю и начинка готова. Для пирожков в духовке я беру 500 г размороженной вишни. В вишню добавляю 3 столовые ложки сахара, все слегка перемешиваю и оставляю на минут 10, чтобы сахар немного растворился. Теперь добавляю 25 г крахмала. 25 г крахмала это 2 вот такие неполные столовые ложки с половиной. Хорошо все перемешаю и ставлю на огонь. И теперь на умеренном огне я готовлю на среднем. Все это нужно уварить до загустения. Произойдет это очень быстро, от плиты отходить не нужно, также не допускайте сильного кипения. Как только вот так вот хорошо все загустело, перекладываем вишню в тарелочку. Так подготовленная начинка никогда не растекается в выпечке и вместо вишни можно использовать любые замороженные фрукты или ягоды. Начинку оставляем, чтобы она остыла. К этому времени у меня уже очень хорошо поднялось тесто. Теперь его обминаю и переношу на стол. Стол лучше всего посыпать немного мукой, так как тесто слегка липковато. Теперь из теста я формирую колбаску и делю тесто на 20 частей. Каждый кусочек теста я делаю весом примерно 50 грамм. Шарики с тестом накрываю пленкой или полотенцем, чтобы тесто не заветрилось и сразу же можно приступать к лепке пирожков. Первыми я буду готовить пирожки в духовке. Беру первый кусочек теста и аккуратно раскатываю, делаю круглую форму. Сегодня я хочу сделать пирожки, в которых будет максимум начинки и минимум теста. Поэтому раскатываю вот так вот тоненько тесто. Если вам нравится, когда побольше теста, тогда меньше раскатывайте кружок и делайте толще теста. Это тесто получается очень мягким, им очень приятно и удобно работать, поэтому склеивается все без особых усилий. Пирожки я перекладываю на противень, заселенный пергаментом. Также можно противень просто посыпать мукой или смазать растительным маслом. Пирожки нужно накрыть пленкой или полотенцем и оставить на минут 15. А тем временем я раскатываю оставшиеся 10 шариков теста и подготовлю пирожки для жарки. Готовые пирожки сразу перекладываю на стол посыпанной мукой. Мукой нужно очень хорошо посыпать, чтобы пирожки не прилипли. Пирожки для жарки также лучше всего накрыть пленкой и оставить минут на 10. К этому времени пирожки с вишней уже немного поднялись. Их смазываю взбитым яйцом и отправляю в хорошо разогретую духовку до 190 градусов ровно на 20 минут. Как только пирожки хорошо подрумянились, их можно доставать из духовки. В сковородку я наливаю масло примерно на 2 сантиметра. Проверяю нагрев деревянной палочкой. Если вокруг палочки собираются пузырьки, значит масло достаточно нагрелось. Грела я масло на максимальном огне, теперь включаю средний огонь и опускаю пирожки в масло. Пирожки жарятся очень быстро, до румяного цвета с двух сторон. Пока пирожки еще горячие, они покрыты хрустящей корочкой, но когда немного остынут, тесто становится вот таким вот мягким и очень нежным. Пока я жарила пирожки в масле, пирожки в духовке тоже приготовились. Пирожки, которые выпекались в духовке, тоже очень-очень мягкие. Тесто остается на второй день такое же мягкое. В общем, друзья, я всем советую попробовать. Это очень вкусное и удачное тесто. Надеюсь, вы будете довольны результатом точно так же, как и я. Спасибо, что готовите вместе со мной, спасибо, что смотрите. Желаю всем удачи на кухне, хорошего настроения и если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я с вами не прощаюсь, впереди у нас еще очень много вкусного. До новых встреч!